Друзья, всем привет! Сегодняшняя тема опять карась. То есть весна, карась начинает брать. Я вам покажу, как сделать дип в домашних условиях. Вообще очень просто и быстро для рыбалки. Для чего он используется? Я использую его для замешивания манки. То есть это когда маночку насыпаешь и вместо воды, чтобы она загустела, сделать, я добавляю именно вот этот дип чесночный. Отлично работает. И также я его пшикаю именно на хлеб. То есть не на перловку, не на что, я люблю ловить его на хлеб. А кто досмотрит видео до конца, тому я покажу именно, как правильно одевать хлеб и пользоваться этим дипом. А там уже сами посудить, нужно вам это или нет. Итак, ребят, поехали. Что нам нужно? Нам нужно всего лишь просто. Нам нужно один зубочек чесночка. Масло у меня не рафинированное, у меня вот такое рыбацкое здесь, видите, она такая в бутылочке, мутное, густое. И соль. Соль для того, чтобы усилить вкус, а точнее запах чеснока. Ребят, у кого-то есть чеснокодавка, блендеры и все, но у меня вот такая терочка, на котором именно что, как сказать, почему терка? Чтобы его как можно больше размельчить и он дал больше сока. Итак, берем какую-нибудь емкость, небольшую, потому что, я думаю, много не надо. И начинаем просто натирать его вот так. Также здесь никаких отходов. Все в эту емкость складываем. Стол тут упал от чуть. С этой терочки вот так. Запах уже конкретный просто пошел бомбический. Ребят, реально, работает этот дип по карасю однозначно. И еще, что я понял, что это еще хорошо сорогу. На Правдинском, так и не еще ловил сорогу. Итак, после вот того, что вы натерли, мы добавляем туда, чуть не забыл, сначала соль. Соль должна покрыть чеснок весь. После чего ложечкой подавите чуть. Соль, она свойство имеет вытягивать всю влагу наружу. В нашем случае это сок чеснока. Прям вообще великолепный. Прям видно, что он прям очень много, ну прям влагу хорошо отдает. Видите? Не знаю, видно, не видно. Сейчас я его чуть помолю. Он у меня получается практически в кашку. Все. И после этого он его прям уже видно дал. Сок хорошо. Кстати, здесь кусочек надо добавить. И заливаем. Ну, смотрите. У меня вот такие емкости из-под бывших дипов. То есть, у меня закончились. И я эти баночки, бутылочки, то есть, сохраняю. Иногда какие-то там эксперименты делаю с корицей или с чесноком. Мне, например, нужно, ну примерно вот на эту баночку. Это прошлого года он лежал, то есть, в гараже. Он замерз, я его вылью и залью новое. То есть, примерно нам нужно, ну не знаю, ну грамм. 50, может 30. Примерно на глаз делаю, сколько мне нужно, вот именно вот для этого. Для этой емкости. Сейчас мы еще чуть хорошо разднули. Чтобы масло все впитало вкус. Почему масло, кстати? Масло из-за того, что это, так сказать, масляная основа, она хорошо держится на приманке. То есть, любое масло, там даже с рук его сложно обычной водой смыть. И она хорошо, кстати, впитывается в насадку. И покрывает ее именно вот этим запахом. Много дипов, они, кстати, на масляной основе. Только у них всякие кунжутные там масла, оливковые, короче. У нас прибамбасы. Так, делаем. Давайте паникуем. Ну вообще, я вам так скажу. Запах такой, чтобы вы понимали. Это когда курочку намазываешь чесночком и в духовочку. А потом, когда начинает запахаться, там просто бомбический запах. Вот, это тут. Точно такой же запах. Сейчас я вот это вылью. Грубо говоря, что он дальше показывает. Вот это все уже готово. Вот эту мякоть, которая, да, ее также в бутылочку заливайте. Можете в баночку. Это не обязательно, чтобы, как у меня, вот так, например, вот так прыскался. Вот, видите? Она вот так брызгается. Она не распыляется, потому что масло намного гуще. Самое главное, этот дип боится солнечного света. Ну, как любой продукт. Не оставляйте ему прямо на солнечном. Потому что она быстро мутнеет и, ну, как сказать, пропадает, короче. Вот он уже. Если тут показывает камера, масло прозрачное. Здесь уже мутное начинается. Вот она муть. Запах. Вообще, я вам говорю, это просто отлично. Друзья, ну, тратить я ваше время не буду, как я, грубо говоря, в это, как сказать, в эту бутылочку я буду погружать вот это все. То есть я сначала солью и чеснок последний туда запихаю. Теперь я вам покажу, как и обещал, как я рыбачу на хлеб с этим дипом. Так вот, так, друзья, дип я весь перелил. Вот она мякошка. Все видно. Все отлично. В общем, когда старый дип сливал, кстати, в нем еще запах остался, но уже не такой и мутность какая-то. Ну, сезон прошел, как бы, тут несложно и не долго это сделать. Итак, друзья, теперь я покажу, как я одеваю хлеб именно на карася и пользуюсь этим дипом. Вот у меня есть крючок с поводком, чтобы сейчас имитировать. И кусочек хлеба, грубо говоря. Берете хлебушек, грубо говоря, но уберете большой кусок, потому что хотите сразу на много раз замесить этот хлеб. Например, я отрежу маленький, да, на раз. То есть взял вот этот кусочек, брызнул вот этим дипом, который мы сделали, чуть-чуть смочив. И начинаете месить этот хлеб. Это я именно показываю, как делают все. Может, кто-то даже не знает, кто новичок, сразу научится, как это делать. То есть замешивать не на воде ни на какой, а именно на маслечке, на рефинированном. А тут у нас еще и дип. Делаю крупно, чтобы видно было. И все, и насаживаете вот так на крючок. Вот таким способом рыбачит, грубо говоря, 95% рыбаков, кто рыбачит именно на хлеб. Повторюсь, только на хлеб. Сейчас я покажу более такую деликатную снасть, которая реально. Осторожный карась, когда прогревается на мелководье, выходит, ему, ну, как сказать, он только после зимы, он только отстоявшийся. И вот такие, типа, как перловка и все зерновые, ему еще сложно переваривать. Но это чисто мой взгляд. И ему нужно что-то такое более помягче, поделикатнее, чем, например, вот такой замешанный хлеб. Мой способ. Берете такой же кусочек и отламываете сразу, не сдавливая хлеб, а именно вот кусочек, который мне нужен на крючок. Видите? То есть у нас получается губка. Одеваю на крючок, прям легко, жало обязательно оставляю. Снаружи. И делаю дип. Шикую. Дип. Может тут даже будет видно, как масло просто пропитывается полностью в хлебушек. Вот мой способ, друзья. После того, когда хлебушек попадает в воду, он начинает немного пылить, как-то какие-то кусочки, может быть, от, как сказать, отваливаться. И карасик подходит и просто его моментально всасывает. Просто даже подходя, посмотреть, полюбопытствовать, что это вообще за штука, он начинает всасывать и понимает, что вкус реально ему нравится. И он вот этот хлеб лучше берет, чем тот, который вы вот так скомкаете и будет вот в таком именно шарике. Вот, друзья, тот секрет, который именно я показал. Ну вот, друзья, все, я и вам показал, что хотел. Что умею, то рассказываю, так сказать. А выбирать вам уже эти способы, как одевать хлеб. Ну, по дипу, я думаю, очень все просто и не займет много времени. И тем более, я думаю, это очень просто. Дип реально работает. Реально работает. Все, что связано с чеснокломкой, хоть как рыбачил, оно все работает. И этот дип тоже. Может и не дип, может и атрактанты, ароматизаторы, кто по-разному. Так что, друзья, сначала обязательно вот здесь подписываемся. Вот здесь жмем колокольчик, чтобы не пропустить видео. А так вам здоровья, большое счастья, больших трофеев. До встречи на рыбалке. Пока.